Одаренные дети и талантливая молодежь подводят итоги года. На форуме фестиваль «Зажигает сердца» в областной филармонии встретились самые лучшие в учебе, спорте и творчестве подростки со всех уголков губернии. Ребята у стенда «Путевка в Артек» рассказали, как можно совершенно бесплатно попасть в лагерь на южном берегу Крыма, что для этого необходимо. Там все-таки нереальный опыт я получила, потому что там ты можешь пообщаться с известными личностями. Например, я общалась с диджем, с Мэшем, Майдановым, Газвановым. И все это благодаря Лютику, в виде студии, в которую я хожу. Нужно заполнить заявку на сайте Артек Дети, указать все свои достижения, грамоты, и тогда у вас уже получается шанс выиграть путевку. Полезные навыки школьники получали у экологических и научных стендов. Преподаватели вузов наставляли ребят на углубленное изучение предметов и советовали при выборе будущей профессии. На стенде кафедры ботаники ИВГУ за несколько минут можно было ознакомиться с микросоставом ярких представителей флоры и фауны. Мы сегодня, ребята, демонстрируем различные биологические объекты, и ботанические, и зоологические, и рассматриваем их с помощью увеличительного прибора бинокуляра. Бинокуляр – это не микроскоп, но это очень похожий на него прибор, который дает небольшое увеличение, и в него уже смотрят двиноглазками. Отсюда, в общем, название бинокуляр. И к нему у нас подключена камера портативная, которая выходит изображение на экран компьютера. Будущий год объявлен президентом Годом волонтеров. В школьной среде подрастает активное поколение будущих добровольцев. Делегации из нашего края представляли область на Олимпиаде в Сочи, фестивале молодежи и студенчества, а впереди Кубок Конфедерации и Чемпионат мира по футболу. Самые достойные были представлены именно от Ивановской области. И хочу поделиться с тем, что волонтеры Ивановской области не только были самыми достойными, они стали лучшей командой среди всех регионов. То есть процент лучших волонтеров у нас очень высокий был. Лучших школьников, чьи заслуги признаны и оценены, наградили сотрудники Департамента образования. Борьба за места была нешуточная. Каждый муниципалитет, без исключения их 27, выдвигают по каждой из номинаций одного-двух своих лучших. То есть фактические конкуренции начинаются еще на муниципальном уровне. На региональном мы рассматриваем портфолио только тех, кого муниципалитеты уже выделили. Участие в таких форумах, отмечают организаторы, прекрасная мотивация для школьников стремиться и достигать.